Сорок дней назад мы праздновали, праздновали, праздновали торжество торжеств святое Христово Воскресенье. Сегодня мы, Спасителем, прощаемся, когда Он поднимается на небо, вернутся в небесные обители, из которых Он спустился, чтобы спасти Род человечества. Мы можем себе задать вопрос, почему Христос так долго замедлил на земле после Своего Воскресенья? Почему Он сразу не вернулся на небо, чтобы спустить на землю Святого Духа для того, чтобы создать Свою Церковь Христову, через Которую мы получаем благодать Божию, необходимую благодать Божию для нашего спасения. Без этой благодати мы не могли бы жить таким образом, который бы оправдал нас перед Господом Богом, когда станем на страшном суде. В сегодняшнем евангельском чтении мы получили ответ на этот вопрос. Святые апостолы совершенно не могли понять настоящую миссию Спасителя. Они были заражены тем же понятием, какое назначение Спасителя, когда Он придет на землю. Они видели Его, понимали Его только, что это будет земной царь, вечный земной царь, который победит весь мир. И они, как Его самые приближенные, будут разделять с Ним власть и все благодеяния этой власти над всем миром. Они потеряли совершенно всю веру Спасителя, когда видели, как Он висел на кресте. Они никак не могли понять, почему это могло быть, и совершенно потеряли всякую веру, и не верили, когда Он воскрес. И поэтому Спасителю пришлось эти сорока дней оставаться здесь, чтобы, во-первых, вернуть в них эту веру, укрепить их в этой вере, чтобы они могли потом выполнить то задание, для которого Он и избрал их. Это чтобы пойти после Его вознесения, после создания Церкви на земле, пойти по всему миру и распространить Христово учение всем людям всего мира, дать всем возможность спастись. И поэтому в течение этих сорока дней Христос появлялся своим апостолам. Он их укреплял, восстанавливал веру в них, открывал им все, что им нужно было опять узнать и поверить, и вот что поверить. И уходил, дав им возможность молитвенно углубиться в эти мысли, чтобы они глубоко леглись в их сердцах, в их умах. И таким образом Он провел эти сорока дней, и когда уже подготовил их достойно, уже Он мог вернуться на небо. Но даже в этот день, когда Он собрал их, пришел с ними на гору Иллионскую, из которой Он должен был вознестись, они еще тогда не могли отказаться от своего ложного понятия Спасителя. И тогда все группы подошли Иисусу Христу и требовали от Него узнать, когда ты начнешь свое царство. Господь не ответил им, а приказал им вернуться в Иерусалим, чтобы там ждать сошествия Святого Духа. Этого они, конечно, совершенно не хотели слышать, потому что вернуться им в Иерусалим было страшно. Это была самая середина, самая сила всей оппозиции, миссии Спасителю и Ему Самому. Но когда Иисус Христос им это указал, потом, подняв свои руки, чтобы их благословить, начал возноситься на небо все выше и выше и выше, уже осталась только маленькая точка на небе, и облако это покрыло. И ученики все стояли, не могли оторваться от этого места, смотрели на небо. И только тогда, когда два ангела появились перед ними и сказали им, мужи, что вы смотрите так на небо, где Иисус Христос вознесся, он таким образом вернется опять второй раз, но этот раз всей своей славе. И вот мы получаем через это твердое подтверждение, что Иисус Христос ушел на небо, но вернется опять второй раз, но второе его пришествие будет совершенно другим. Первый раз он пришел в очень смиренном виде, служа людям, ничего о себе не заботясь, а вернется он уже всей своей славе, окруженной всей силами ангельскими, чтобы судить всех людей, всего человечества, и чтобы определить, кто будет разделять с ним вечность блаженной вечности, или кто из них будет ослан подальше, так их жизнь, они его не признали, не захотели, и они должны будут пойти в ад, разделить вечность не блаженную, а страшную всеми сатанинскими силами. Вот это событие, братья и сестры, мы сегодня пережили, увидели опять, как поднялся наш Иисус Христос. И апостолы тогда, укрепившись, вернулись в Иерусалим и по указанию, по указу своего Спасителя, провели все время в молитве, подготовляя себя к пришествию Святого Духа на землю, который укрепит их полностью, они могут начать свою миссию, для которой Господь Бог их избрал. И вот, братья и сестры, мы простились с нашим Спасителем, но знаем, что Он вернется. И когда Он вернется, Он будет уже не тот смиренный, добрый Спаситель, как Он был в свое первое пришествие, а будет строгим, справедливым Судьей. И поэтому, братья и сестры, укрепим себя этим знанием, укрепим себя теми указаниями, указаниями, обещаниями, которые ангелы сказали апостолам, и приготовим себя достойно, чтобы встретить уже Святого Духа, когда Он придет, пусть спустится через 10 дней на землю, и будем употреблять ту благодать, которую мы получаем через Церковь, чтобы жить действительно Богоугодным, правильным, святым образом жизни во спасении наших душ. Аминь. Благословение Господне на вас, и во благодать и у человека любви, всегда и и иисусе, молитву Богу. Субтитры создавал DimaTorzok